Привет, друзья! Сегодня печем бискотти, пожалуй, самое популярное итальянское печенье или даже скорее маленькие сладкие сухарики, которые обычно подают к десертному вину или чаще к чашечке кофе. А еще бискотти пекут к Рождеству и дарят в качестве маленьких вкусных подарков. Все это вы тоже сможете сделать, но сначала надо сделать сами бискотти. Поехали! Муку просеиваем вместе с разрыхлителем, добавляем соль и хорошо перемешиваем. В чашу для взбивания помещаем яйца, мелкий сахар, и можно добавить немного какого-нибудь экстракта. Я буду использовать апельсиновый, на мой взгляд, он прекрасно сочетается с миндалем. Но можете добавить тот же миндальный, ванильный, лавандовый. В общем, экспериментируйте. Теперь все это нужно взбить в светлую воздушную массу. Взбивать придется где-то около 4-5 минут. Затем убавляем скорость миксера до минимума и добавляем сухие ингредиенты. Долго, как всегда, не мешаем, соединяем все вместе и готово. Добавляем миндаль, можно и с кожицей, но я обычно использую очищенный и подсушенный. Как это сделать, смотрите в отдельном видео. Ссылку, как всегда, найдете в описании. Туда же отправляем сушеную клюкву. Это также может быть и сушеная вишня или какие-то другие сушеные ягоды. В общем, фантазируйте. И теперь все это вмешиваем аккуратно, но тщательно с помощью лопатки. Получившееся тесто выкладываем на поверхность, присыпанную мукой, и также хорошо присыпаем мукой руки. Быстро формируем из теста такую колбаску, вытянутый батончик и выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, присыпанный мукой. Отправляем в духовку, предварительно разогретую, до 150 градусов. Выпекаться этот батон будет достаточно долго, около 50-60 минут. Он должен хорошо подрумяниться и сверху стать достаточно жестким. Вот тогда и достаем из духовки, оставляя отдыхать минут на 10. Тем временем температуру в духовке уменьшаем до 135 градусов. Вооружаемся острым хлебным ножом и нарезаем на те самые бискоти толщиной где-то в 1 сантиметр. Дольше 10 минут ждать крайне не рекомендую, иначе батон станет жестким и будет сильно крошиться. Нарезать красивые бискоти не получится. Раскладываем печенье на противень и отправляем его в духовку с температурой уже уменьшенной до 135 градусов. Подсушиваются бискоти достаточно быстро. Мне, как правило, хватает и 10 минут. Можете сушить чуть дольше. Я не люблю, когда они становятся совсем деревянными, чтобы о них можно было ломать зубы. Готовым бискоти даем остыть, и можно готовить кофе. Хранить бискоти лучше в плотно закрытой банке, коробке или контейнере. Хрустящие, рассыпчатые, но в то же время совсем не дубовые, с целой гаммой вкусов. Здесь тебе и миндаль, и легкие нотки апельсина и кислинка клюквы. Супер! Подробный рецепт, как всегда, в блоге. Ссылку найдете под видео, там же список ингредиентов, там же пишите свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Саша Кукин Тайм. Пока-пока! Хорошо, присыпаем рукой муки, руки, муки, руки, руки, муки, руки, руки, муки, 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 муки, руки, муки, 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 муки Продолжение следует...